Уважаемые коллеги, здравствуйте! Сегодня мы начинаем наш вебинар, который планировался начать в 15.30 по московскому времени. Уважаемые коллеги, сегодня у нас актуальная тема – это экзаменационные материалы по говорению и подготовка к экзамену в формате говорения. Уважаемые коллеги, перед тем, как начать наш вебинар, пожалуйста, нажмите на смайлик, чтобы показать, что вы меня хорошо слышите, и мы можем вебинар наш начать. Спасибо! Я вижу, что вы меня слышите хорошо, поэтому мы начинаем сегодня наш вебинар. Сначала мне хочется поздравить вас с такой солнечной, хорошей погодой весенней. И мы с вами сразу же вспоминаем, что совсем скоро нашим ребятам сдавать единый государственный экзамен и проходить государственную итоговую аттестацию. Поэтому вебинар по говорению, как нельзя кстати, вписывается в эту весеннюю солнечную погоду. Тема нашего вебинара – новое учебное пособие «Communicate. Подготовка к радиоуговорению итогового экзамена по английскому языку». Но перед тем, как приступить к обсуждению данной темы, мы с вами посмотрим, что же требуется нашим ребятам для того, чтобы успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Все мы знаем, что в государственной итоговой аттестации у наших ребят, выпускников 9 классов, есть раздел «Говорение». И мы надеемся, что очень скоро в едином государственном экзамене тоже будет введен раздел «Говорение», так как это единственная возможность проверить формирование коммуникативной компетенции у наших ребят. Что такое коммуникативная компетенция, мы тоже обсудим, руководствуясь книгами известного английского методиста Джима Скрибинера. «Пособие Learning Teaching». Итак, уважаемые коллеги, вебинар проводит методист компании «Макмилан» Драгунова Галина Игоревна. И перед вами сейчас задание поговорения. Мы с вами хорошо помним, что помимо формата государственной итоговой аттестации, наши дети должны еще и знать, что же, как говорить на экзамене. Мы видим, что нам нужно уметь задавать вопросы, уметь строить тематическое монологическое высказывание по теме, уметь отвечать на вопросы, уметь соглашаться и не соглашаться. Причем, посмотрите, пожалуйста, нам нужно еще знать, что надо быть вежливым и активным. Что нужно сделать, чтобы правильно построить геологическое высказывание? Нужно знать правила вежливости, которые приняты в английском языке. Как же оценивается задание при прохождении государственной итоговой аттестации? Что оценивается? Прежде всего, это решение коммуникативной задачи. Это лексика грамматического оформления речи. Это произносительная сторона речи в тематическом монологическом высказывании. И в диалоге еще добавляется взаимодействие с собеседником. Самый сложный вопрос, как же сформировать все микроумения? Это выбор языковых стресс в зависимости от ситуации общения, то есть стиль, уровень формальности, ведение беседы, вопросы, ответы, переход от одной темы к другой, выражение мнений и отношений, рекомендации и советы, интернационные модели, логика и структура высказывания. И, наконец, нам на помощь и пришло наше учебное пособие «Communicate», которое вышло в двух частях. Основная цель нового курса – это совершенствование у учащихся студентов умений, навыков говорения и аудирования, необходимых для повседневного общения. В основу курса положены видеосюжеты уровня А2-Б1, то есть это то, что надо для того, чтобы наши ребята успешно прошли выставственную итоговую аттестацию. Еще это учебное пособие формирует социокультурную компетенцию, так как все темы, а мы посмотрим, какие темы положены в учебник «Communicate». А помимо разговорных тем, нашим ребятам еще предлагаются модели для поговорения. Что нужно? На что мы должны настроить наших выпускников девятых классов? На то, что язык не для каждого будет целью, но как средство язык для каждого обязателен. Что такое язык? И овладение языком. Это возможность выражать свои мысли и чувства. Это использовать язык в практических целях. То есть, на виду с тем, что выезжая на отдых с родителями, наши дети должны уметь говорить. Еще и использовать язык при сдаче международных экзаменов и при захождении нашей итоговой аттестации. Как же научить наших ребят говорить? Приступая к формированию коммуникативной компетенции на уроках английского языка, мы должны помнить, что прежде всего коммуникативная компетенция сформируется в классе и помогает увидеть, как же применять язык, выезжая за рубеж. Мы с вами немножечко поговорим по методике преподавания английского языка. Прежде всего, какие же ключи к проведению хорошего урока, хорошей дискуссии на занятиях по английскому языку? Это прежде всего несколько аспектов. Первый аспект – это preparation time. Сначала, прежде чем приступать к занятиям по английскому языку, мы должны помнить, что организовать хорошую дискуссию на уроке английского языка мы можем при помощи картины, которая мотивирует наших ребят на обсуждение темы, при помощи текста, который прочитал каждый изучающийся в классе. И, может быть, учитель предлагает в начале урока для того, чтобы организовать дискуссию, свои собственные впечатления и отношения к данной теме. Например, если мы на уроке иностранного языка родим тему проблемы защиты окружающей среды, то очень маленькое количество наших ребят начнет активно участвовать в нашей теме. Поэтому мы должны помнить о тех нескольких ключах к ведению хорошей дискуссии, которые дает известный британский методист Джим Скринер в своем пособии Learning Teaching. И только потом мы с вами полистаем страницы учебного пособия Communicate и посмотрим, насколько данное учебное пособие воплощает принципы, которые даются в методике преподавания английского языка как основного и иностранного. Прежде всего, очень важно дать первый ключ к успеху – это Preparation Time. То есть нужно дать нашим обучаемым несколько минут для того, чтобы они вспомнили, прежде чем мы вспоминаем, что самое первое – это Frame the Discussion Well. То есть нужно дать введение в тему. Это может быть картинка, это может быть текст, могут быть наши собственные высказывания по данной теме. Второй пункт, второй ключ к успеху – это время для того, чтобы ребята подумали и чтобы спланировали свое высказывание. Preparation Time мы включаем работа с лексикой, то есть найти те слова и подумать над той лексикой, которую они могут предложить, обсуждая данную тему. Второе – окунуться в свои мысли. То есть посмотреть, что же хочется сказать и как можно сказать по данной теме. И, наконец, третье и очень важное внутри Preparation Time – это сделать заметки по теме. Это может быть выделены ключевые слова и выражения, это может быть одно или две записи. Это очень поможет, эта технология работы очень поможет нашим выпускникам 9 классов при прохождении государственной итоговой аттестации. Уважаемые ребята, уважаемые коллеги, если наш обучаемый записывает всю тему на страницу и затем читает, это не говорение, это не продукт, это отработка навыков чтения. Мы об этом помним, поэтому приучаем записывать наших ребят короткие выражения по теме. Следующий, третий ключ к успеху – don't interrupt the slow. Что это значит? Когда идет дискуссия в классе, нам нужно помнить, что мы не доминируем, а доминируют наши обучаемые. Мы стараемся мониторить, то есть помогать нашим ребятам в процессе организации занятия по говорению. Как это сделать? Мы смотрим на тех учеников, которые несмело поднимают руку и стараемся вовлечь их в дискуссию. Мы должны помнить, что следующий пункт, четвертый пункт к успеху, согласно Джимму Скрибингу, это Что это значит? Например, мы уже говорили о теме загрязнения окружающей среды. Как же нам нужно сделать, чтобы ребята смогли обсудить данную тему? Мы можем разделить ребят на две команды. Создать ролевую игру на занятии по говорению. То есть, try getting a specific related problem, согласно Джимму Скрибингу. Предположим, одна из групп это менеджеры какой-то топливной компании. И они должны не только решить, как минимизировать риск загрязнения в будущем, но и также помнить о том, что они должны использовать бензин, то есть, им нужно использовать бензин. И вторая группа ребят у нас может стать защитниками окружающей среды из команды Green Earth, Greenpeace и так далее. Они должны тоже подумать, чтобы найти разумное решение. Для того, чтобы обе группы могли работать, очень многое зависит от преподавателя. И вот здесь как раз опять поможет наш учебник, который называется Communicate. Потому что для того, чтобы грамотно была организована дискуссия между этими двумя группами, нам нужно предоставить студентам данные. Это может быть страница из местной прессы, это может быть статья местной газеты, это может быть графики, это могут быть недавние происшествия, которые произошли в том или ином регионе. И только на базе этих материалов можем дать задание группе начать дискуссию. Это так называемый следующий ключ к успеху, так называемый баг-группс. Что такие за баг-группс? Это деление на группы. Когда мы видим, что дискуссия затихает, мы делим наших ребят на несколько групп. И спрашиваем, задаем их цель, согласно ли они с тем, что было сказано на занятии по английскому языку. После того, как ребята в группах обсудили тему, предположим, опять, как я уже говорила, одна группа это могут быть те, которые работают, менеджеры топливной компании, а вторая группа это члены движения Greenpeace. И каждая группа высказывается по предложенной проблеме. Почему легко это, легче сделать в группах? Потому что вы знаете, что в группы попадают как активные, так и не совсем активные ребята. Им нужно научиться работать в команде. Поэтому они должны сначала внутри команды обсудить, а потом вынести на общее обсуждение. После того, как ребята подумали, мы можем попросить завершить дискуссию и попросить каждого из них оставить три комментария или три вопроса, которые были бы интересны внутри обсуждаемой темы. И, наконец, последнее, что предлагает Джим Скривеном, как несколько, внутри нескольких ключей к проведению хорошей дискуссии или организации хорошего урока по обсуждению той или иной темы, это ролевые игры, ролевые карточки. Ролевая игра – это когда мы делим на менеджеров и, соответственно, членов Greenpeace. Ролевые карточки – это предлагается тема, и затем мы должны показать, что же от ребят требуется, написав задание на карточке и раздать каждому члену группы. То есть внутри защитников и работающих в токене на компании это может быть менеджер, это может быть дедовой работник, это может быть совершенно chief executive officer, генеральный директор данной компании. Потому что мы должны помнить, что легче говорить за кого-то, чем высказывать свои собственные мысли. Уважаемые коллеги, почему мы говорим о Джиме Скривенере, хотя заявлен учебник комьюникейт? Потому что именно внутри учебного пособия есть все, что предполагает хорошее ведение дискуссии на уроке иностранного языка. Если они научатся хорошо вести дискуссию, то соответственно и при прохождении государственной итоговой аттестации и на едином государственном экзамене им будет нетрудно, так как наше задание, которое мы посмотрели в начале нашего вебинара, это не что иное, как ролевые карточки, которые предлагаются перед организацией экзамена. Или аттестации, итоговой аттестации. Ну и, наконец, последнее, что бы я хотела сказать, говоря о методике преподавания и организации уроков говорения, согласно Джиму Скривенеру, что важно при планировании занятия раздела говорения на уроке английского языка. Это прежде всего нужна relevant topic, то есть тема, которую хотят и могут обсуждать ребята той или иной возрастной группы. И дальше небольшие советы или небольшие опоры для организации занятия. Как мы сказали, что опорами является или иллюстрация по предложенной теме, или текст, который читает каждый из обучаемых, или прочитал каждый из обучаемых, или аудиозапись. Вообще говоря об организации уроков говорения, мы можем сказать, что образцом для говорения могут быть упражнения из грэма и контекст, то есть грамматики, но контекстуальные, потому что именно в этих упражнениях, сначала отрабатывая грамматику в контексте, а потом разыгрывая в классе, и формируются навыки, отрабатываются и совершенствуются умения и навыки говорения. И, наконец, как же нам, какой технологией пользоваться учителям, и эту технологию тоже предлагает учебное пособие комьюники, для того, чтобы грамотно организовать занятия по говорению. Это прежде всего open questions. Если кто-нибудь из вас не помнит, что такое open questions, это те вопросы, на которые, возможно, развернутые ответы, то есть которые начинаются с when, where, why и так далее. Конечно, мы должны monitor participation levels. Что это значит? Мы должны, конечно, обратить внимание на то, чтобы учебное пособие соответствовало и занятие по говорению в соответствии от тому уровню языка, которым владеют наши обучаемые. Затем, invite people in. Это понятно, что мы должны так организовать дискуссию, чтобы предложить такие темы, такие задания, чтобы каждый из ребят хотел высказаться. И как одну из технологий мы уже разобрали в нескольких ключах успеха уроков говорения. Это организация, организация групповой и работы в парах. Это обязательное условие для того, чтобы наше говорение состоялось. И самое высокое умение это слушать и слышать говорящего. И, наконец, следующее, что предлагают нам, как преподавателям, которые организуют урок говорения, это listen more than talk. Это тоже очень важно. И, наконец, последнее, что является неотъемлемой частью любого зарубежного пособия и многих разделов, где есть задания по говорению. Please devils advocate where appropriate. Что это значит? Это предлагать те темы, которые будут интересны, которые вызовут однозначно возмущение моих говорящих, то есть они должны будут высказать мнение по теме. Например, в конце учебника по communicate предлагается организовать дебаты по теме. И девизом одного из дебат является It is time to end the dominance of football on TV. В данном курсе британская культура и британские подростки. Представьте, что британски подросткам предлагают и young adults поговорить о том, что футбол доминирует на телевидении. Если учесть, что они все поклонники футбола, то даже самый слабый обучаемый включится в данную дискуссию. И, конечно же, дискуссия все происходит по определенной теме. А теперь обсудим методику, которую предлагает известный английский методист в своей методической книге Learning Teaching Джим Скрибинер, мы обращаемся к страницам нового учебного пособия, которое, уважаемые коллеги, уже можно приобрести, и можно по нему работать, и готовить ребят к прохождению гостарственной договора аттестации и соответственно к сдаче единого гостарственного экзамена. Что нам как преподавателям нужно? Как уже сказал Джим Скрибинер, нам нужна опора. Какая опора помимо зрительной существует помимо упражнений и интересных, увлекательных картинок внутри данного учебного пособия? Это прежде всего видеосюжеты. К ним мы вернемся немножко позже. То есть каждое большинство уроков имеют видеосюжеты. И первая часть, которая состоит из трех частей, это интервью-репортаж по предложенной теме, второе это комбинированный диалог, где наши студенты, иногда двое, иногда трое, решают, естественно, что носители британской культуры решают проблему по разным темам, которые предлагаются авторами учебного пособия. И, уважаемые коллеги, третье это тематическое, монологическое высказывание по теме. То есть очень грамотно все есть для того, чтобы организовать дискуссию в классе и среди сюжеты. Итак, мы помним, что коммуникатив активити и декласс активити which helps use students to use English in everyday life. А владимый языком, как мы уже сказали, это возможность заражать свои мысли и чувства. Извините, пожалуйста, я просто немножко пошла. Итак, страницы учебного пособия коммуникейт. Уважаемые коллеги, помимо, как мы говорили, сюжетных картинах, которые уже помогают включиться в дискуссию. У нас есть банк выражений и фраз, которые могут понадобиться нашим студентам для того, чтобы вести эту дискуссию. Внутриучебное пособие, очень много аудирования, как вы видите на странице, и у нас идет знакомство с британской культурой. А также помогают узнать больше лексики по предложенной теме. Например, вы видите useful language. Здесь идет работа с теми словами, которые сочетаются с глаголом do, play, go, если мы говорим о разных видах спорта, и которые, в общем-то, большинство подростков занимаются в свободное время. Второе, culture раздел, знакомиться с теми играми, которые не так популярны в России, но популярны вам в заязычной культуре. Например, здесь можем узнать, что такое шнукае. Когда мы занимались по зарубежным пособиям, многие коллеги пытались найти в словаре этот термин. Сейчас можем подробно прочитать и ознакомиться с данной игрой. Это тоже важно. То есть, здесь помимо формирования коммуникативной компетенции, формирования умений, навыков говорения, аутсирования, еще и у нас есть возможность узнать об интересах и стремлениях современных молодых людей в Великобритании. Если мы вернемся к слайду, то мы посмотрим, что тема была первая часть в Акэннере – leisure activities. Следующая тема – speaking, talking about hobbies. Обратите внимание на банк-фраз, который предлагается к данной теме. Это фразовые глаголы, которые являются наиболее сложными для наших обучаемых. И в то же время идет language notes, то есть, когда же мы используем глагол practice. То есть, после того, как ребята у нас прочитают language notes в классе или дома, они уже будут очень уверены в употреблении данного глагола. На базе графиков и пирамид, которые тоже есть на страницах учебника, наши ребята могут не только услышать и обсудить, чем же занимаются британские подростки в свободное время, но также и составить свой собственный график и сравнить время провождения ребят из своей классы или группы с тем, как проводят в свободное время британские подростки. Вы видите, что на страницах есть возможность не только поговорить и обменяться мнениями на базе предложенного аудирования, но также и отработать произношение по теме и вспомнить, что aerobics, watches, plays, dances, как произносятся и как грамматически правильно употребить эти слова в контексте. Следующая предложенная тема это invitations. Конечно, невозможно обсудить свободное время, не используя такие фразы, как the sense meeting up with the sense going to the cinema. Здесь работает, отрабатывается не только лексика по теме, но и произношение, с каким восходящим или нисходящим тоном мы должны произносить и употреблять эти фразы в речи. Вы видите, что страничка useful language. Здесь мы уже о теме спорт плавно перешли от темы к теме посещения кинотеатров, театров кино. И нам предлагается заполнить таблицу, которая послужит опорой для организации дальнейшей дискуссии в классе. Калчи опять у нас страницы. что как принято приглашать в Англии. Посмотрите, пожалуйста. Вводится фраза I was just wondering if you sensed. Уважаемые коллеги, мы помним, что linking words and expressions это самое сложное, что испытывают наши ребята. Сразу перейду к первому юниту учебного пособия. В первой рубрике калчи наших ребят учат произносить слово well. Если им нужно минутка или две подумать перед тем, как начать отвечать на реплику собеседника. Здесь у нас уже шестой юнит. Здесь, вы видите, уже нас учат, как же лучше всего пригласить ребят или пригласить собеседника в той или иной деятельности. I was just wondering if you fancied. И естественно, что это отрабатывается в процессе организации занятия на страницах учебника. Здесь присутствует лично-ориентирный подход, то есть все равно нам не только предлагается обсудить британскую культуру, но и поговорить о том, чем мы занимаемся в свободное время. Следующая страница учебника это making arrangements. Опять, посмотрите, пожалуйста, на банк фразовых, на фразбэнк, на банк выражений, с помощью которых мы можем начать или продолжить диалог. Are you free on Saturday night? I wondered if you wanted to go. What song? Could you make it a little later? Ваши коллеги, сразу хочу напомнить, что эти фразы присутствуют в виде сюжете, где предлагается куда-то сходить в субботу вечером, где ведется дискуссия между двумя подругами, которые решают, как же провести субботний вечер. То есть мы можем отработать это на страницах через аудирование, а можем отработать functional language при просмотре видеосюжета по предложенной теме. Ребята научатся правильно употреблять данное выражение, потому что вы видите таблицу, которая помогает лучше отработать данные фразы при построении диалогического высказывания. и наконец ролевые карточки, которые очень важны, о которых мы говорили. Тоже уважаемые коллеги присутствуют. То есть у нас student day, student day. То есть если мы вспомним те правила, о которых мы поговорили перед обсуждением учебного пособия, то мы наших ребят подготовим не только к прохождению государственной итоговой аттестации и к единому государственному экзамену, но и научим правильно и красиво строить диалогическое высказывание на английском языке. Вы видите, что наши ребята опять отрабатывают произношение и дается технология формирования правильных произносительных навыков для того, чтобы потом не только нас понимали, но и мы понимали носителей языка. Если мы сами научимся произносить правильно, то мы правильно будем понимать и при прохождении раздела аудирования на едином государственном экзамене нам это будет несложно. Последняя страничка из темы free trial это making a date. Посмотрите, пожалуйста, нам даются советы по тому, как лучше организовать обсуждение. The advice website, то есть после чтения страницы из интернета нам предлагается дать свои собственные советы, как лучше подружиться и назначить кому-то встречу или свидание. Это очень важно, потому что мы опять говорим о носителях языка, и этот сайт выбран для носителей и носителей языка. Мы можем опять сравнить и понять, как правильно по-английски организовать встречу или назначать свидание. И опять посмотрите, помимо ролевых карточек, которые предлагают авторы учебника, есть и стратегия. Опять лингвистические советы, как использовать участок. это очень важно, потому что наши ребята должны правильно использовать linking words and linking expressions. Что является важным в данном учебном пособии? Конечно же, данное учебное пособие приведет к организации хороших уроков по говорению и к формированию умений и навыков говорения у наших обучаемых. То есть, они хорошо пройдут аттестацию и сдадут один доставший экзамен, когда он у нас будет. Но, что еще важно в этом учебном пособии, что авторы по окончании каждого раздела обязательно проверяют, насколько обучаемые поняли то, что в них закладывали страницы учебника. Посмотрите, пожалуйста, у нас с вами не только получат к хорошему разговорному языку, но предлагают заменить некоторые выражения на практиценты. Посмотрите, пожалуйста, какие выражения. Four out of ten, nearly half, one in five, a little over three quarters, almost all. То есть, мы с вами понимаем, что эти правды помогут не только разговорной речи, но и построить хороший доклад на английском языке, отчет по предложенной теме. То есть, уважаемые коллеги, несомненно, важно для наших ребят и опять functional language, как он отрабатывается. Обязательно модель, так как носители языка понимают, что не всегда те ребята, которые собираются сдавать внутренние экзамены или международный экзамен, владеют грамотной разговорной речью. Для этого у нас предлагается в ревизион не только построить диалог, но и подсказка справа на полях учебника. То есть, уже намного легче это сделать. Посмотрите, пожалуйста, сколько реплик с одной и с другой стороны. Шесть, пять реплик с одной и пять реплик с другой стороны. О чем это говорит? О том, что наши дети справятся с диалогической речью при прохождении достаточно итоговой аттестации. Посмотрите, есть слова linking expressions, которых не хватает нашим детям. и так далее. Те, с помощью которых они могут заполнить паузу, если они очень волнуются или не могут сосредоточиться. И в то же время эта пауза будет вполне приемлемой и разумной при прохождении единой аттестации. Ну а теперь, наверное, каждого из вас интересует наполнение, какие же темы проходят через страницы учебного пособия. Первая часть предлагает обсуждение следующих тем. Personal life, working life, school life, social life, shopping, travel, eating out, getting around, studying, и free time. То есть, если мы вспомним кодификатор прохождения государственной итоговой аттестации, обратите, пожалуйста, внимание на зеленые, зеленым выделены юниты данного раздела, данного учебника. Здесь нашим ребятам помогают приготовиться для того, чтобы описать фотографию, приготовиться, дать и высказать свое мнение, помогают организовать проектную деятельность, prepare to do a project, помогают организовать дебаты в процессе уроков иностранного языка. То есть, уважаемые коллеги, это нужно не только при прохождении государственной итоговой аттестации, но это и нужно в повседневной жизни, когда наши дети по окончании наших школ пойдут работать в компании. мы получаем меню видеосюжета DVD эпизод. Сразу забегая вперед, хочу сказать, что DVD предлагается, можно приобрести учебное пособие с DVD и с двумя аудио CD, а можно приобрести без наполнения. Что же находится внутри DVD? Мы видим ту поддержку видео, те страницы, которые мы только что с вами провистали и посмотрели. Посмотрите, пожалуйста, уважаемые коллеги, section 1, что это? Это интервью-репортаж. Здесь наши ребята смогут посмотреть, чем же, как проводят свободное время британские подростки. Здесь они вспомнят фразы socialize, get together, support your favorite team, chat и так далее. То есть здесь предлагается репортаж по теме free time. Здесь мы увидим, что британские подростки проводят время очень похуже на наших российских подростков. Они летом едут в лагеря, они поддерживают свои любимые спортивные команды, они просто ходят в магазины и проводят время вместе, обсуждая текущие новости. то есть мы можем предложить то, что ляжет в основу обсуждения. Section two это, как я уже сказала, комбинированный диалог по теме. Обсуждение того, чем же наши герои сюжета займутся в субботу вечером. Внутри второй части раздела нам предлагается отработать функциональный язык, поработать с вопросами, которые задаются нашими героями. И мы помним, что вся эта лексика предлагается внутриучебное пособие в разделах phrasebank, culture и pronunciation. И, наконец, section three это, соответственно, монолог на предложенную тему. Как же сложно совмещать работу или учебу с организацией досуга. Уважаемые коллеги, у нас есть функция субтитров внутри данных сюжетов, поэтому наши ребята перед тем, как выйти на экзамен, поговорить в группе, получают очень хорошую модель для подражания. Что нам с вами нужно знать? Что для преподавателя, если вы работаете с группой ребят, есть программа на английском языке для данного курса. Поэтому вы можете организовать дополнительные задания с использованием данного учебного пособия. Что находится на... У нас есть два вида дивидеромов и молдеромов для преподавателя. Внимательно посмотрите, пожалуйста, на экран, потому что этот курс вы можете приобрести у любого из наших дистрибьюторов. Первая часть Communicate One это сюжеты по предложенным темам. Вторая часть очень хорошее обсуждение тем внутриучебное пособие, но на дивиде уже показывается, как иностранные студенты сдают международный экзамен по языку. Поэтому с точки зрения сдачи и прохождения геннагостарственной адекватации нам интересна первая часть. С точки зрения организации экзаменационного времени нам интересна как первая, так и вторая часть. Что находится на Teach's Multi-Rome? Это тесты, занятки для учителя, на которых очень много extra activities, предлагающих работать с видеосюжетами. Это ответы к упражнениям и заданиям, это тексты аудиоматериалов и это аудиоматериалы к учебникам. Сразу хочу вернуться к тестам. Тесты это хорошо организованная проверка того, что было заложено в разделе учебника и превижен разделе. Тесты на трех-четырех страничках, поэтому очень хорошо отрабатывают, дорабатывают то и проверяют то, что было заложено в процессе занятия. И второй это тичи с сидером. Здесь, уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, что если вы приобретаете тичи с малтером, вам нужно учебник с DVD. Если вы приобретаете тичи с сидером, здесь уже видеосюжеты, то есть DVD-ROM есть. Помимо него нам предлагаются тесты, аудиоматериалы к тестам, заметки для учителя, аудиоматериалы к учебникам и видеосюжеты. Напоминаю, что в тичи сидероме у нас с вами аудиоматериалы к учебникам в формате MP3, то есть вы можете пользоваться и скачивать их в свои соответственно в процессе работы с данным учебным особием. И наконец, хочу закончить нашу с вами работу следующими словами, что Practice makes perfect. The balance between the work on accuracy and fluency. Digitalization, localization, group and spare work. Это самое главное для того, чтобы наш урок по английскому, по иностранному языку был организован правильно. Наши дети будут говорить не только на уроках, на занятиях по английскому языку, но и выходя за пределы класса. И этому поможет наше учебное пособие Communicate, которое имеет видеосюжеты, которые имеют на странице все, что нужно для того, чтобы урок был успен. Урок и раздел говорения на уроке отрабатывался в полной мере. Спасибо огромное за внимание. Я напоминаю, что это пособие вы можете приобрести у наших дистрибьюторов, оно продается. И, уважаемые коллеги, сейчас мы откроем функцию чат, поэтому вы можете обменяться впечатлениями и задать вопросы, которые вы хотите. Спасибо огромное за внимание. наши сайты. Уважаемые коллеги, еще для получения электронного сертификата вам нужно соответственно оставить свою электронную почту. Тогда по окончании вебинара вы получите сертификаты за участие в данном вебинаре. уважаемые коллеги, вы можете посмотреть видеосюжет, связавшись с нашим методиктом, который отвечает за ваш соответственно округ. и мы с удовольствием подойдем к вам и покажем видеосюжет и само учебное пособие. Обращайтесь в здательство Макмилов. Всегда рады вам помочь. Уважаемые коллеги, небольшое дополнение. Вы должны для того, чтобы получить электронный сертификат, по ссылке зайти в анкету, заполнить анкету и после того, как мы получим вашу анкету, вам будут присланы сертификаты. Ссылку вы видите на нашем экране. Спасибо огромное, хороших выходных и хорошего весеннего настроения. Продолжение следует...